Смысл в чем? Давайте разберемся в корень проблемы. Кто делает проекты и для кого самое главное? Давайте со второго. Каждый делает свою работу ровно настолько, чтобы кинуть пыль в глаза. Вот проект. Вот проект мы сделали в нашей стены. Это как мы должны от этих осей прыгать потом? Вот объясните мне, объясните, как я строитель? Airprom Vent. Система вентиляции, климатическое оборудование и отопление. Комплексный подход. При покупке кондиционера вам не придется искать дополнительные комплектующие. Наши менеджеры полностью подберут весь комплект дополнительного оборудования. Цены. Поскольку мы делаем большие объемы, у нас самое лучшее дилерское предложение. Бесплатные технические консультации. Вам не придется рыться в каталогах. Наши менеджеры четко и быстро в срок подберут нужное именно вам оборудование. Основываясь на ваших задачах и бюджете, проектирование, монтаж и последующее обслуживание, все это Airprom Vent. Комплексный подход к решению проблем вентиляции и кондиционирования. Всем привет. Очередная серия треп с колес. Пока я иду между объектами, вот решил рассказать. Сегодня у нас будет видео называться проекты. Для кого они, наверное. Либо вообще о боли, которая происходит на строительном рынке России. Я думаю, не только России. Но скажем так, будем говорить именно о том, о чем лично я вижу. Именно на том уровне, на котором нахожусь я сейчас. Я расскажу про свои проблемы и о том, что я вижу вокруг. И почему так происходит, на мой взгляд. Ну, сподвигло вообще к снятию этого ролика, вчерашний, получается, мой просмотр ролика на форумхаусе. Там чувак рассказывает про дом, про свой. Называется стеклянный фасад, по-моему, дом из клееного бруса. И он там, получается, у него всякие всевозможные проблемы. После этого короткий, то есть буквально две минуты, ребята собрали свои вещи и отсюда уехали. Это сплошь и рядом. Мы когда заказывали каркас в фирме, у нас были ошибки. Нам что-то опять не запилили правильным образом замок на каркасе. Там были стеклянный фасад у него, получается, без окон, просто сразу стеклопакет вставляется в брус, через всякие уплотнители. Ну, как бы интересный проект, но сам заморочился, то есть как бы. И тут он получил немножко нестандартно. То есть, понимаете, люди привыкли к шаблонам. То есть, они не привыкли к нестандартным решениям. И здесь он хапнул сполна. То есть, поверьте мне, дом у него начался со строительства. То есть, он начал рассказывать. Первый каркас, который мы поставили, сделан из рук, он плохо. Вот эта гора древесины, которая находится за моей спиной, это как раз первый дубль этого дома. Я как раз в этот период брал компанию, которая должна... Человек это переживает, что как бы не наигранные эмоции. Действительно, так и было. Получается, что у него произошло? Он купил 35 кубов клееного бруса. Кто знает, тот знает, что он там от 35 до 70 тысяч рублей стоит за кубы. Представляете, это 35 кубов. Он нанял какую-то бригаду, либо же он нанял какую-то фирму строительную, частенько. Я, честно сказать, не помню. Но смысл в том, что они попилили ему на червачки. И вот с целью будут соединять это все металлическими пластинами и уголками. Что это мог с последней трех. Все хорошо было на деле. На бумагах все было очень классно. Когда приехали, оказалось, что несущие конструкции на уголки были сделаны. И мне строители очень красиво рассказывали, что будет классно. То есть, ну вы представляете, да, клееный брус делается специально для того, чтобы были длинные пролеты без всяких вот этих, ну, как их там, как можно меньше узлов соединения, да. В них даже стараются не использовать там вообще, в принципе, как их, стараются не использовать саморезы для того, чтобы это не были, ну, мосты холода. То есть, они ему попилили, сказали, мы туда повставляем железки. И он этот как-то момент упустил. И когда он уже понял, что произошло, уже было поздно, 35 кубов попилино, да, то есть, и все. И вот они лежат у него в отводе, он говорит, ну, вот с этого начался, типа, мой, так сказать, ремонт. То есть, представляете, да, чувак начал там, ну, минус, минимум, миллион. То есть, просто так, сразу. То есть, из-за того, что у него... А из-за чего, сейчас мы немножко позже поговорим. У него был, кстати, проект, но у него был проект, который создан, был... Давайте так, есть, я сейчас немножко могу сумбурно это все высказывать, потому что я реально это все переживаю. И действительно, это действительно боль. То есть, смысл в чем? Давайте разберемся в корень проблемы. Кто делает проекты и для кого самое главное? Давайте со второго сразу варианта, для кого их делают. Нужно всегда, я всегда даже, когда вижу любой, неважно, просто рендер, да, комнаты или чего-то еще, я стараюсь увидеть финишную часть. Для чего? Чтобы сделать композицию обратно. То есть, чтобы я понимал, что у меня вот здесь не должен проходить никакая линия там кондиционера, либо же профиль, потому что у меня там будет врезной светильник. А как правило, ведь все наоборот. Ведь вначале приходит электрик, ему вообще плевать, где там будет профиль. Ну, то есть, понимаете, да, про что я говорю? Строители меня прекрасно понимают, и те люди, которые делали ремонт, которым звонят, строят, представляете ситуацию, да? Человек занятой, что-то у него там какие-то проблемы там по бизнесу, то есть, что-то у него проходит. И тут ему звонит чувак и говорит, а вы знаете, а вот наш профиль попадает четко на линию кондиционера, как бы, и что нам делать? И тут, бах, чувак там кучу денег отвалил за ремонт, уже за все проекты, за все-все-все, там, рендеры, вроде все должно быть по уму, все как надо. А у него, короче, вот такая боль. И вот эта боль каждый раз у него, то есть, ну, ладно, это я вот уже немножко, ну, в принципе, так и есть. Я не ультрирую, так и есть. Так вот, что у этого человека? Вернемся к нашим, скажем так, парадам. И получается, этот человек, который выполняет, да, работы, он абсолютно другой квалификации, чем тот, кто чертил. А чертил кто? А чертил чувак, который, ну, я не говорю, что все это, но в 90% случаев такие люди, как правило, они никогда в жизни даже, ну, не держали не то, что молоток, а там рулеткой не замеряли, что... Пожалуйста, чем отличается сопромат от компромисса? Сопромат – это дисциплина научная, пусть это раздел механики. А компромисс? Так, не надо. Даже представление о себе не имеет о том, как в реальных условиях на, допустим, песке разметить фундамент. Он привык у себя в автокаде, да, там, щелк, у него там раз, линии притянулись, затянулись, все нормально. И, то есть, как бы, вот бумажка, вот делайте. Но как это должен сделать строитель? Он, типа, должен думать сам. То есть, ну, это сейчас, так оно и должно быть, действительно. Но, по сути, ничего не мешает на моменте создавания проекта сделать ту же самую декомпозицию и отпрыгнуть от того, что должно быть. И уже от этого начинать... Даже вот мы просто возьмем вот эти ГОСТы, да, в которых, как они рисуют оси, да, все знают там А, Б, С, как вообще все это происходит. Ну, хоть кто хоть раз строил, тот поймет, про что я говорю. Объясните мне одну причину, вот мне, такому дураку, необразованному, какого хрена эти оси нужно рисовать внутри несущей стены? Это как мы должны от этих осей прыгать потом? Вот объясните мне, объясните, как я, строитель, должен внутри стенки натягивать там нитку, ставить лазер, отмерять. Как, каким образом? И все получается, что люди начинают чертить, либо что-то колхозить, кто более или менее умный, да. Мы, допустим, что делали? Мы просто там делали свою оси, мы каждый проект перерисовываем сами, для себя делаем техническое задание, потому что так быстрее, так быстрее. Но почему это не делают люди, которые за это деньги берут? То есть, у меня реально от этого боль. То есть, мне дают проект и говорят, Рувим, на, вот посчитай нам, пожалуйста. И я начинаю рисовать, то есть, мы с Лехой, с Лычагиным перерисовали, ну, несколько, то есть, там, ну, около трех-четырех домов полностью, от начала до конца. Для того, чтобы просто для себя самим написать технические задания, потому что, если вы видели эти проекты, я сейчас не говорю про девочек-дизайнеров, там, где вообще тихий ужас, там, где такие пометки для клиентов, ну, то есть, пометки, там, прям смеяться аж можно, то есть, там, распилить кирпич пополам и там... И что вам пришло в голову по этому поводу? По этому поводу нам пришла в голову вот такая яркая концепция. Ну, просто такой вот взрыв цвета, можно сказать, да? Да, именно. То есть, яркий, желтый, сочный, мадженто, малиновый. Ну, то есть, есть прям, ну, вообще, просто тихий ужас. Вот. Я сейчас не про это, я говорю про проекты, которые делают серьезные проектные организации. Потребуется нарисовать семь красных линий. Как я понимаю, ваша компания может нам помочь в этом. Конечно. Уолтер будет менеджером проекта. Уолтер, мы ведь можем это сделать? Да, разумеется. И мы просто вот смотрим на проект, он там замусорен тысячу размеров, то есть, здесь даже размеры рамы, не рамы окна, а рамы между, получается, стеклами. Ну, понимаете, да? Какая-то чушь для каменщика, а тем более для человека, который собирается фундамент залить. Это вообще зачем ему нужно знать? Это называется замусоренный проект, и там 100 размеров, и ты берешь с калькулятором, вот кто знает, тот, 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 сейчас мне поставит лайк, я думаю. Когда ты берешь проект, приходишь делать фундамент. Неважно, плитный, ленточный, пофиг какой. Ты открываешь, а там у тебя 50 размеров задней стенки. То есть, грубо говоря, там до окна столько, окно столько, то столько, а нет просто тупо длины. Просто длины. Нам нужна просто длина. И этого нет. То есть, и получается, что, но это зато по ГОСТу, и так принимают, и так его принимают. Но это проект для того, чтобы сдать инвестицию, я не знаю куда, но это никак, никаким образом не является техническим заданием для обычных строителей. Потому что, как правило, в 99% случаев каменщик не имеет образования инженера. И даже если бы он его имел, он все равно возьмет в руки калькулятор и начнет сам для себя на бумажечке. Это делали в 100% случаев, когда я присутствовал на любых строительных площадках, объектах. У меня есть инструмент в AR250. Я часто приезжаю просто на разметку фундамента. Вот ничего мы не делаем. Мы просто приезжаем, размечаем фундаменты, показываем нули, показываем перепады, выставляем диагонали, то есть, ну, грубо говоря, натянули нитки, и по ним там дальше люди как-то работают. То есть, я не знаю как, у меня просто есть знакомые, скажем так, прорабы, которые эту услугу у меня как бы покупают. Ну, как бы, и я вот, ну, знаю, открываю каждый раз этот проект, как первый раз, и все, у меня уже аж накрывает, короче. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Отец. Там есть размеры, там даже, грубо говоря, какой будет, ну, это вообще отдельный случай, ну там стол, где стоит, диван, где стоит, на проекте для каменщиков, там внизу написано стены и перегородки, а там мы видим и диваны, и кровать, и всякая херня. То есть, ну, это просто ужас. И человек сидит вот так вот, ну, просто офигевает. Ну ладно. К чему я это все? Я к тому, что должен быть проект составлен теми людьми, которые понимают от обратного, как это нужно делать. И тогда он может сделать техническое задание для каменщиков, техническое задание, да вплоть даже техническое задание для электрика, понимаете? То есть, потому что электрик должен знать, где будут идти профиля, где будут идти линии кондиционирования, где будет проходить вентиляция. А как правило, это же делают разные все бригады, и им, по сути, вообще абсолютно все равно. И получается, каждый делает, как ему удобно, а в конце, вот в конце, вкупе, когда человек заплатил огромные, огромные деньги для застроительства своего дома, да, он получает очень много неудобных узлов и примыканий. Почему? Потому что каменщики возвели стену, там, ну, вот так, грубо говоря. А пришли сантехники и говорят, вот нам нужно здесь кран поставить, потому что вот он должен быть здесь. Вот у нас вот ниши нет, мы будем ставить здесь. А потом пришли кондиционерщики, сплитчики, те, кто занимаются вентиляцией, и тупо свой короб там шибанули, и все. И там уже до этого крана не добраться. И тут, получается, боль целая, начинают что-то там переделывать. Собирать и все, от сюда уезжать, потому что, ну, как бы, ну, это, это ад. Ну, все испачкали ногами, там, ничего не забивай. Это вот, это вот, собственно, то, как вот работают подрядчики. Все время, понимаете, это время, огромное, огромное время. Почему? Потому что не было задания для отдельных, ну, то есть, грубо говоря, не было просто задания для сантехника, в котором было указано, что вот здесь будет еще вентиляционный короб, и что, ну, нужно поставить вот здесь. А почему не было? По одной простой причине. Те, кто это делает, они просто не представляют. Ни в размерах крана. А это Джастина, наш специалист по дизайну. Привет. Нам нужно нарисовать семь красных линий, строго перпендикулярных, и некоторые зеленым цветом, а некоторые прозрачным. Вы можете это сделать? Нет, я боюсь... Давайте... Не в сечениях труб. Они не представляют себе в самой смысл, да, вентиляции, как он должен проходить. Они не понимают, что такое там линия кондиционирования, что у нее должен быть дренаж, и что... Ну, вот эти все... И что, и что, и что из этого... И из этого, из всего, короче... Из этого, из всего, получается, ну, просто полный, короче, не за что. Из этого, из всего, получается, ну, боль. Боль, когда человек начинает свой ремонт, строительство дома, минус миллион рублей. То есть, вот такая боль, и пока она абсолютно не решена в нашей стране. То есть, ну, абсолютно. Мы получаем либо проекты, которые рисуют ребята, которые, ну, только закончили институт, им нужны хотя бы какие-то деньги, либо мы получаем проекты реально 80-х годов, то есть, как тогда чертили, или я не знаю, когда там менялись все эти госты. Я, ну, некомпетентен в этом. Но я компетентен в том, что я каждый раз прихожу на стройплощадку и вижу боль. Я не вижу хорошего, качественного проекта, который реально бы экономил время и деньги. То есть, мы, получается так, что каждый делает свою работу ровно настолько, настолько, чтобы кинуть пыль в глаза. Вот проект. Вот проект мы сделали. Вот здесь у нас есть даже там то и прочее, как бы. А по сути, по сути, у меня упал телефон. Блин, пипец, прям под ноги. Я доберусь, когда я на камеру. Еще и по автобусной линии. Так. А по сути, мы получаем в конце боль заказчика, боль исполнителей. То есть, и все, все идет через негатив с самого начала. То есть, вот такая вот. Сегодня вот такое вот. Не знаю, как закончить даже это видео. Вот так бывает, в общем. На данном этапе.